Могли повезти с двухочковым перевесом наши соперники. Выходит на подачу Алексея Черемисина. Это тайное оружие. Да, в общем, не тайное, конечно же, ни для кого. Владимир Олег, но вот... Постоянно... Играет под Максимом Михайловым Алексеем Черемисином все последние сезоны. Основным он еще в «Зените» никогда не был. До этого Клейтону Стэнли американцу помогал. Ну и вот усиление подачи в его лице «Зенит» регулярно получается. Сейчас не получилось. Не попал по мячу, и там грубая ошибка. Очень получилось в итоге у Черемисина. 22-21, Делалунга. А, нет, это Рафаэль. Нормальный прием. Пытается задействовать в центре Вулкова. Валерий Вермильо. И забивает «Османия». Забивает этот матч. В каком высоком прыжке он это сделал. На организованном блоке. Поверх блоку ударил. Сейчас увидим на повторе. Поверх блок к мяч пролетел. Вот смягчение от Беррорелли. И великолепная, конечно, игра. Да, добил до пола. Поверх блокирующий, конечно, в восторге. Иродостин Стойчев. Великолепная игра в защите. В исполнении Делалунга. Того самого, о котором мы говорили. Вот это усиление определенное получил Стойчев и его Тринтина с выходом на площадку. А вот еще один сейф в защите после атаки. Вроде бы наверняка, да. И вывел сейчас удобно Волкова связка. Два раза подряд атаковал Александр в последних розыгрышах. И дважды справились ударами соперники. А в результате заработали доигровку, которую благополучно реализовали. И вот уже тройной сейфбол у Тринтина 24-21. Подача летит в Бережко. Он справляется. Михайлов забивает. Но вот как уйти с этих трех сейфболов? Один отыграть на чужой подаче удалось казанцам. Ну а дальше задача многократно усложняется, поскольку провод на атаку. На подачу нашей команды будут иметь соперники. 22-24. Еще один тайм-аут. Тринтина причем берет. Родостин Стойчев. Паузу в игре. Перед тем, как будет разыгран, возможно, на последний матч первой партии. В любом случае, самый решающий момент. Надо помочь своим игрокам собраться, сконцентрироваться. Кроме того, Олег направил... ...замену. И в связке у нас вышел еще один блокирующий. Так что нужно, видимо, тоже разобраться. Но это же кое-что касается наших... В этом изменении. Да, что касается наших, но перерыв инициировался от Тирдастин Стойчев. Конечно, Олег не упустил, я думаю, такую возможность подсказать что-то своим игрокам. И сейчас мы увидим решающий эпизод, вполне возможно, первого сета этого полуфинала клубного чемпионата мира, который проходит в очередной раз в дохе. Александр Волков на подачу и, к сожалению, допускает неточность. Наш капитан, с этим мяч попадает в сетку, таким образом, со счетом 25-22. Доигровщик вышел вместо Приди на прием. И вроде бы прием обеспечил, однако что Михайлову во второй зоне некуда развернуться. Джурич отличился. Да, это, конечно, приобретение. Можно только порадоваться в очередной раз за вот эту селекцию Радостина Стойчева. Я уверен, что он сам производит подбор игроков. Не какие-то там неизвестные люди, помощники его, разыскивают таланты по всей Европе. И Джурича, он же Цуриц, сложно было, конечно, не заметить в составе греческого Олимпиакоса. И ростом выделяется этот парень. И, конечно, очень силен он в атаке на блоке. И вот какую доигровку не побоялся Рафаэля его подключить. 22-17 уже. Но вот, как Алексей сказал, как мимо стоячих прошли к победе во второй партии. Теперь уже вряд ли в этом приходится сомневаться. Мимо наших соперники отыгрывается с края Юрий Бережко. Но как много мы упустили вот в этой одной расстановке за последние пару минут. Команда уровня Трентина, на мой взгляд, могла ошибаться, конечно, не позволит себе упустить победу. Тут очень много сейчас зависит просто от подачи. Если в концовке первого сета мы все наошибались, вот как сейчас. 23-18, конечно, большущий разрыв. Но кто сейчас отдавался Апаликов, дальше выйдет Бережко. Для начала надо справиться с подачей соперника. Джорич... А, нет, Джорич сейчас на передней линии. Играет Хуан Тарена. Подавал. Но как-то он смягчил непривычно для себя эту подачу. Ну, а Макс очень красиво обвел сейчас. А, вот видите, два либера наших помешали друг другу. Нашел лазейку между блоком и антенной. 23-19. При этом вот огромном преимуществе своей команды. Четырех очков. Бордастин Стойчев, тем не менее, берет тайм-аут. Но Стойчев уверен, что будет Михайлов открываться. И, видите, он выстраивает своих игроков. И блок, и защиту именно против Максима Михайлова. Дает такие распоряжения. Ну, а что в центре Волков, который раза четыре не получил качественной передачи и не смог пробиться. У него по-прежнему одно очко в атаке. Да, это при том, как мы знаем, как может здорово Александр действовать на падение. Он регулярно приносит не менее 10 баллов, что считается хорошей планкой, высокой достаточно для любого игрока центральной зоны. Но сейчас забавная ситуация получилась в спину. Хуан Торене попал в мяч после подачи Михайлова. Пропускал в аут, естественно. Ну, вот наш мяч. Нужно доиграть до верного. Бережко в атаке на одиночном блоке Рафаэля пробивается и делает счет 21-23. Тут, конечно, Джорич не мог не пойти с Волковым. Благодаря двум отличным подачам Макса мы сокращаем отставание. Посмотрим, что будет дальше. Один эйс пока что в актею и Максима. Вот совсем недавно он состоялся. И 10 очков в атаке он заработал к этому моменту. Мяч, судя, отдают соперникам. Японец с уверенным жестом. Синализирует об этом. В поле мяч говорит по-русски. В поле, конечно, очевидно. Почему, зачем спорить? Причем так, с таким остервенением. Очевидный. Правильный мяч 24-21. Точно такая же ситуация, как вы видели с вами в первой парте. И в аут скидывает мяч Вермиле 25-21 на подаче Митара Джорича. Фактически эйс состоялся, после чего и второй сет остается за нашими соперниками, более удачливыми из Италии. Я бы сказал, это не удача, а именно концовка. Вот фактор концовки, где наши начинают ошибаться, а итальянцы держат свою игру. Ну, более сыгранными, более классными. Так можно смело говорить, несмотря на то, что, конечно, уровень команд сопоставил. Тем не менее, мы рассказывали о том, какие перестановки колоссальные были вынуждены произвести Владимир Олег на составе «Зенита». Но устойчивой такой необходимости не было. Поэтому все практически осталось в игре лучшей команды мира на своих местах. Вот этот игрок уходить в запас. Своей команде он очень здорово помогает в короткие отрезки времени, которые устойчиво доверяют ему. Подменять Козийский. Ну вот, наконец, забивает Максим Михайлов. Жалко, такой был эпизод эмоциональный. Такие сейвы в защите. И действительно, мы могли на два мяча уйти. Теперь снова качели. Снова очко в очко. И вот они, два очка-то. Есть преимущество. Поймали Штокра двойным блоком. Деваться ему было некуда. Приди и... Да нет, в одиночку. А, в одиночку, да, показалось. Показалось, простите. Что Апаликов так же мешал чешскому диагональному. На самом деле, Приди отличился в одиночку. И еще один удачный блок. Да, в чем мы явно переигрываем Трентин, это блокирование. Это уже 10-6 по блокам. Помним, что в прошлом сайте тоже был момент, когда как раз Зенит убежал. Вперед именно за счет блокирования. Сейчас немножечко концовочку подержать, концентрацию, не допускать ошибок. И, в принципе, у нашего чемпиона есть шанс на продолжение борьбы. Стойчев при счете 17-20 вынужден брать тайм-аут. Но в предыдущих ситуациях, когда казахский Зенит добывал 2-1 с какого-то преимущества, достаточно значительного, как мы помним, в том числе и в этой партии 4 очка вёл 9-5, очень быстро команда расставалась с этим самым своим багажом, гандикапом. То ли за счет усиления игры соперника, а скорее за счет своих собственных промахов, которые вдруг неожиданно нашу команду постигали после ярко проведенного отрезка. Но это не хватает как раз стабильности. То, о чем мы говорили уже не раз по ходу этой трансляции. Яркие отдельные отрезки чередуются с явно провальными на протяжении вот этого полуфинала в том числе. Ну и сейчас один вагиев Михайлов 21-17, Казисти. Ну сейчас очевидно было, что поменяет направление атаки Рафаэль. Тем не менее один блок с нашей стороны. Ну нельзя было бросить, конечно, Берарелли, поэтому Апаликов получил указание играть со своим. Вот снова Казийский и мяч в игре наши поднимают. Что теперь? Ох, как здорово. Снова поднимают. Решко прекрасно сыграл в защите. Тяжелейший мяч вытянул. И все-таки, все-таки Штокер снимает свою команду с этой неудачной расстановки, в которой проиграли три очка соперники нашей команде. 17-21, теперь 18-21 сокращается отставание до трех очков. Очень солидный перевес имеют казанцы. И, безусловно, надо сделать все, чтобы его удержать. Для начала Макс приносит команде 22-й очко. Еще в концовке предыдущего сета говорил о том, что такое преимущество. По-настоящему классный клуб, коллектив в концовке должен удерживать 4-5 очков. Открыли, отыгрываются, конечно, и в матче такого накала. В матче равно соперник, но крайне редко. Преды будет подавать. 22-18 ведем. Ну вот хорошо, хотя бы не ошибка. Дальше наши снова в защите творят чудеса. Алексей Мачаев. И вот сейчас, смотрите, затруднил, в принципе, прием. Там Андрей Барри. Хорошая доводка и быстрый пас на Штокера. Разрыв на блоке. Место приеде снова выходит на заднюю линию у нас второй Либера. Бабичев. Есть. 23-е очко от Николая Апаликова. Отличная атака в центре получается. Мы приближаемся еще на одну очко к пока что локальной победе в отдельно взятой партии. Третий по счету. 23-19. Но такое преимущество, мне кажется, растереть просто невозможно. Джорич не забивает. Вермилия подкинул мяч просто повыше. И последовала передача уже от Александра Волкова. Под атаку. К тому же Максу Михайлову. Макс добивает до пола мяч. И делает еще 24-19. Пять сетболов. Есть у Казанского Зенита. В запасе. Апаликов рискует на подаче. И снова у нас защита. В лице того же Апаликова. Страховал Бабичев. Есть. Субтитры создавал DimaTorzok